Если бы эта конструкция ходила на четверинках, на какую высоту над землей надо было бы поднимать кровь? На высоту примерно 75-80 сантиметров. Вот так. А мы выпрямились, в результате вот эта высота оказывается вдвое больше, на которую надо поднимать кровь. И в связи с этим возникает следующая вещь. Понимаете руки? Кто понимает, какие сосуды называются артериями? Слово артерия слышали. Так, ну кто-нибудь из нойники давайте, прошу. Артерия, какие сосуды? Совершенно верно. Значит, одна из распространённейших ошибок считает, что в артериях течёт кровь богатой кислородом. Значит, фигня полная. В артериях кровь богатой кислородом, только в большом круге кровообращения. А в малом круге кровообращения? Во всех артериях какая кровь? Венозная. Значит, и так. Название сосудов связано с направлением движения крови. Ко артериям кровь от сердца к окону. Ко венам кровь от окону возвращается в сердце. Классно. А теперь, кто знает у здорового взрослого человека, какое артериальное давление считается нормальным? Ну, 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 ну. 120. 120? 120. 120 на 70. Сразу два вопроса. Первый вопрос. Почему две цифры? Почему трюк? А потому что это за большой цифр? Нет. Ещё раз. А реальный вопрос? Нет, конечно нет. Ещё версия. Спасибо за рамки. Вот это совершенно верно. Значит, ребят, сердце ведь выбрасывает кровь в артерии порциями. Согласны? Нет. Да? Хорошо. Давайте простой график сейчас. Ось времени, ось давления. Меряем давление прямо на выходе из сердца. Да? Желудочек, сердце сокращается. И вбрасывает в начало алорды порцию крови. В это время, что с давлением волос? Увеличивает не количество веществ. Оно увеличивает. Давление растёт. До какого момента давление будет расти? Пока открыл клапан, выпускающий кровь из желудочка, волос. Согласны? Хорошо. Теперь клапан закрылся. Всё. Эта порция крови выдушена волос. Давление так и будет оставаться подобным или нет? А почему давление будет падать? А потому что в желудочке разрушается. Нет. Связь желудочка-орта закрыта клапаном. Желудочек уже никак не может повредить. Потому что кровь дальше пойдёт. Да потому что кровь дальше из алорды пойдёт в другие артерии. Так? К окону пойдёт. А в результате количество вещества в самой алорде уменьшится. Ну, если кровь дальше прошла. Значит, давление стало падать. До какого момента давление будет падать? В газ открыт. Когда клапан закрылся? До следующего открытия желудочкового клапана. Как только клапан желудочка открылся, что с давлением? В результате клапан будет выглядеть график. Изменение давления в артериях. Так вот, ребятки, вот эти значения. Называются они верхнее давление, верхнее артериальное давление. Вот оно. А вот эти значения, это нижнее артериальное давление. Вот оно. Итак, 120 на 70. Это соотношение давлений во время выброса крови в артерии и перед следующим выбросом. Минимальное и максимальное, которое в артерии есть. Классно. Хорошо. А теперь, кто может ответить на вопрос? А почему сердце работает всю жизнь? Ну, это можно было бы как сделать. Ну, первые 10 минут после рождения сердце поработало. Кровь пошла по кругу? Пошла по кругу. Ну, и пускай ходил бы всю жизнь. Прошу. Возможно, потому что, если на обращение, на руках связано с пастью. Это не объясняет. Зачем надо постоянно подталкивать кровь? Иначе опасно. А почему основное? Трение. Сила трения, разумеется. Вопрос. Что обо что прется в кровеносной системе? Кровь, а стенки, сосуды. Ну, на самом деле, если уж совсем плохо. Существует еще и внутреннее трение между разными потоками крови. В самой трубе, я скажу. Ну, это такие копейки, которые мы учитывать не будем. А давайте теперь с вами прикинем. Вот он маршрут большого круга кровообращения. Точка выхода из сердца. Артерия. Артерии ушли в органы. И в данный раз в больнице на капилляры. Капилляры. Сквозь стенки капилляры прошел козообмен и обмен веществами. Они сфиксы образовали вены. Вены в полюсеркса. Вот это развертка напрямую. Кольцевого пути круг кровообращения. А теперь прикинем. Во-первых, вот эта точка. Среднее артериальное давление. Какое у нас будет? Если верхняя в артерии 120, нижняя 70. Ну. 95. Назовем вот это у нас 95 миллиметров. Значит, в артерии, как мы видим, вот такая пульсация давления. В результате давления в артерии вот так стоит. Кстати, есть механизм, очень эффективно снижающий размах. Вот эти, скачков. За счет обувисти стеноколожны, сглаживающих скачков. А ты скажите, где по вашему выше трения? В крупных артериях или в капиллярах? В капиллярах. В капиллярах выше во много-много раз. Поэтому график дальше пойдет в углу. Очень резко. А вот в генах дали трения опять в альфоминске. Зачем мы этот график сделали? А вот зачем? Вот оно, максимальное отодвение, возможное отодвение. Понятно? Если вот это 95, то примерно сколько будет здесь? Вот это так резко. Примерно, чем разница? Попробуем 60, 90. Значит, порядка меньше 30. Значит, порядка 25-20. Вены давлению выше просто не бывают. За счет чего оно так упало? Преодоление трения в капиллярных сетях. Хорошо. Ну и теперь немножко чисто физики. Ну, давайте вспомните. Значит, чему равна одна атмосфера в миллиметрах ртутного столба? Миллиметрах ртутного столба. Ну, будем считать 760 миллиметров ртутного столба. Хорошо. А если мы используем не ртутный столб, а водяной столб? Метро. Погружаемся в воду на некоторую глубину. На какой глубине мы получим еще одну дополнительную атмосферу? Метро. Около 10 метров. Около 10 метров. То есть, 760 миллиметров ртутного столба равны 10 метрам в водяной столбе. Так? А теперь скажите, пожалуйста, вы сидите. На какой высоте над вашим сидением находится вход в сердце? Ваше сердце. Итак, примерно на какой высоте над сидением? Еще раз. 35 метров. Понимаете, что такое 35? 35 это размер красотки. Сердце у вас находится, вход в сердце, на уровне третьего ребра. Слегка выше линии, соединяющей соску. Вот здесь вот. Да? Представили себе? Это как минимум 40, а скорее 50 сантиметров. Хорошо. А теперь давайте смотри. 50 сантиметров это полметра. Так? Скажите, пожалуйста, если считать миллиметр ртутного столба, какое давление надо развить в трубе, чтобы жидкость поднялась на 1 метр? Вот вам надо поднять жидкость на 1 метр. 7-6 миллиметров. Так? Половина от этой величины, это сколько? 38. 38. Чтобы поднять на полметра, надо 38 миллиметров. Смотрим. А у вас хоть в одной вене 38 миллиметров до давления есть миллиметр? А у вас просто нет. А это значит, я уж не говорил о том, какая проблема с ногами возникает. Потому что от пятки до сердца больше метра. А это значит, те самые 76-80 миллиметров вы не доположи. А 80 миллиметров хоть вот здесь. В венах такого даже нет никогда не было. Вопрос. А почему же тогда кровь все-таки возвращается в сердце? Да. Не, ребятки. Это такая ситуация будет в очереди, в универсальной очереди, в каждом. Когда все люди толкают друг друга, будут продвигаться друг за другом. А если у вас давление в сосуде недостаточное, чтобы подняться на высоту, он просто растянет стенки самого нижнего, самого приближенного к земле сосуда. Вы про такое ставили варикозное расширение вен. Слушали меня? Видели когда-нибудь, как ножки выглядят у людей с этим состоянием? На это лучше не смотреть. Знаете, а что такое отеки? Слышали когда-нибудь? Отеки в каком случае возникают? А это когда жидкость из кровеносного сосуда, в моем крови, просачивается сквозь стенки капилляров в пространство между клетками, превращаясь в межтканью жидкости. Так? Вот все это хозяйство и начинается у человека, у которого не хватает давления для подъема крови повыше. Поэтому все живые существа. На самом деле, существует особый механизм оденожной подкачки. Есть особые системы, которые подкачивают кровь по венам обратно к сердцу. Потому что работы с мамой сердца не хватит. Но самое важное из них можно показать. Здесь достаточно легко показать. Как работают клапаны в кровеносной степени? Всем понятно или не все понятно? Сколько там греек? Ну, прошло час 14 минут. А, ну то есть еще немножко времени есть. Значит, про такие полугунные клапаны сердца слышали? Вот такого типа клапаны стоят не только в сердце, но и во всех сердцах. Представить их достаточно легко. Какие карманы на брюках называются накладные, а какие прорезные? Все понимают? Вот на джинсах спереди, передняя пара карманов, какие? Прорезные. Прорезные, а задняя пара? Прорезные. Накладные, совершенно верно. Представляю себе сумасшедшего партнера, который пришил карманы вот так внутри брючины. Второй карман, даже вот так. Два кармана, три кармана. Карманы накладные. Теперь у меня вопрос. Допустим, у меня там ключи, брюк или еще что-нибудь. Могу ли я вот таким движением положить его в карман? Еще раз показываю движение. Вот таким движением положить в карман. Почему? А вот таким движением я могу его положить в карман? А почему первым можно, а вторым нельзя? А потому что карман открывается сверху. Это понятно, снизу у него дно. Движением снизу вверх ничего в карман положить нельзя. А движением сверху вниз вполне можно. Хорошо, берем эти сумасшедшие брюки. Я вызываю ассистента. Ассистент держит брюки за пояс. Вот так. А я беру ведро воды и лью сверху в пояс. Значит, карманы, которые пришил портной, открываются сверху. Поток воды, который идет сверху, будет в карманы попадать? Да. Будет. Как изменится форма карманов? Не разумеется. Они приняли воду и надулись. И как только они надулись, поток воды дальше пойдет или нет? Да нет. Они прижали друг к другу и все, и перекрыли весь хок. Клапан сработал. Прекратив движение потока в определенном направлении. Теперь я взял эти же многострадальные штаны, перевернул и держу за шлака. За штанинку. Да? Значит. И помощник льет воду со стороны противоположной пояса. А вот в этом случае клапаны будут мешать или не будут мешать? Не будут. Их поток просто прижмет к стенку. Итак, такие клапаны называются карманчиковые клапаны. И они используются для регуляции направления потока. Свободно пропуская жидкость в одну сторону сосудов и перекрывая движение жидкости, если она пробует дойти в другую сторону. Хорошо. Во всех венах, кроме двух, которые, кстати, так и будут называться, полные вены, обязательно стоят карманчиковые клапаны. Итак, человек головой вверх стоит. То есть голова у него где-то дальше. Вот положение карманчикового клапана. Вот клапанное дальше. Вопрос. При таком положении, что ли клапан не мешает потоку крови, идущему к сердцу? К сердцу это вверх. Такой поток раздвигает клапаны, прижимает их к стенке. Может ли жидкость попасть внутрь кармана? Нет. Хорошо. А теперь кровь попробует идти от сердца. Что произойдет? Клапаны расширились. А клапаны расширились, так же жают друг к другу и пережают. То есть, венозные клапаны позволяют крови по венам двигаться только в одном направлении, к сердцу. А дальше, крупные вены всегда лежат между крупными скелетными мышцами. О, много-много скелетных мышц. А теперь кто может попробовать и писать, как будут меняться оба скелетной мышцы при переходе в рабочее состояние? Итак, скелетная мышца из-за ослабленного состояния перешла в рабочее состояние. Конкретно меняется ее форму. Значит, ребята, дело в том, что все клетки заполнены стоплазмой. Стоплазма – это жидкость, а жидкость от субстанции не отжимает. Поэтому, если мы уменьшили одно измерение, мы обязательно должны увеличить остальные измерения, чтобы объем остался прежним. Итак, при переходе в рабочее состояние длина мышцы уменьшается, а площадь поперечного течения возрастает. Смотрим. Крупные вены идут между скелетными мышцами. И вы совершаете какую-то работу. При совершении работы у вас периодически сокращается разновидность. Хорошо. Эта мышца сократилась. Что будет с ее шириной? Она увеличилась. Длина внизу, ширина увеличилась. Смотрим. Что сделала эта мышца с вот этим клапаном на матаже? Обратите внимание, что она сделала с ней? Она его сжала. При уменьшении объема этажа. Что с давлением на этаже? Давление возросло. Как поведет себя клапан 1 и как поведет себя клапан 2? Клапан 1. Совершенно верно. При этом давление здесь оказалось выше, чем давление здесь. И порция крови с этого этажа прошла сюда. Да? А дальше эта мышца расслабилась, а сократилась, допустим, вот эта мышца. Значит, теперь уже изменился объема значения давления на клапаном на монтаже 2-3. И как отреагирует на это количество второй клапан? Второй закроется, а третий? В результате, вот эта самая мощная из всех существующих механизмов венозной подкачки, называется этот механизм, венозная подкачка за счет работы скелетной мускулатуры. Так, к сожалению, в современном нам мире произошли изменения. Произошли недавно, все в порядке 2-3 окна. Так, даже меньше, чем 2-3. Резко повышающее количество медицинских проблем у нашей с вами домовой конструкции. Обратите внимание, итак, венозный возврат при вертикальном положении осуществлять крайне тяжело. Дело в том, что вот у нас высота столба, на которую надо поднимать. Да? А в современном мире человек стремится к комфорту. Поэтому все перемещения, как совершают жители мегапульсов. Мегапульс. Либо в общественном транспорте, либо на автомашине. А два века назад, как люди перемещались в окружающем мире. Либо пешком, либо вверхом. Если кто-нибудь когда-нибудь ездил вверхом, то хорошо понимает, чем отличается верховая прогулка от прогулки автомобиля. Скажите, пожалуйста, если вы 30 километров проехали в машине, вы очень устали? Да нет, вы в это время играете в какую-нибудь компьютерную игру, и все лучше совершенно расслаблено. А 30 километров верховой прогулки вам запомнится надолго. Дело в том, что физические усилия, которые надо затратить во время движения вверху, они примерно такие же, ну, поменьше, конечно, и на другие группы мышц, чем вообще, если вы в это расстояние ножки не прошли. Поэтому, за последствием, вместе с распространением транспорта, лифтов и все остальное, что делает комфортабельная жизнь, неожиданно рушится целый пласт медицинских заболеваний, которые до этого были, в общем-в общем, редки. Чем связаны? А у вас вот этот механизм будет работать или нет? Вообще-то наше тело рассчитано на то, чтобы ножками вы в сутки проходили около 15 километров. Вот тогда этот механизм вполне активно работает, никакого приносного застоя нет, все чудесно. Минимум в этом отношении 10 тысяч шагов. 10 тысяч шагов – это 5 километров. 5 километров – это не то, чтобы хорошо, но во всяком случае хватит, чтобы активная каталогия не развивалась. Это на сосудах ног. А если меньше, возникают проблемки. Исчезает сила, которая поднимает кровь из нижнего сектора вверх. Причем эта проблема будет касаться не только ног, но и органов малого таза. Есть болезнь, которая почему-то считается очень смешной, ровно до тех пор, пока она не появляется у того человека, который для этого на 10 тысяч шагов. А это профессиональная болезнь современных менеджеров, программистов, дизайнеров и так далее. Людей, которые постоянно сидят за компьютером. И постоянно сидят в автомобиле, и с движением у них вообще проблемы. Геморрой, разумеется. Геморрой – это никакое не кожное заболевание. Геморрой – это результат заставивания крови. У вас просто нарушился ленозный отток из нижнего сектора. Просто выход из прямой кишки, он снаружи виден. Но если у вас случился геморрой, у вас ровно такие же проблемы пошли. И на стенках половых органов, ну, настоящие половые органы, они не снаружи, я надеюсь, вы понимаете. Настоящие половые органы называются половые железы. В них формируется половая клетка. Так? И находятся они как раз в объеме малого этажа, в марши, ну, а мальчиков вообще вымешено. Дело в том, что нормальный сперматогенез при 37 градусах просто не идет. Так? Поэтому для нормального сперматогенеза нужна температура пониже. И у самцов-мехопитающих развивается тонкостерный мешок, куда эмигрируют семенники после рождения самца. Допустим, есть человек, у которого заболело сердце. Вы знаете, что у человека тибертония. Вы вызываете скорую. Но пока к вам скорая елена. Что вы с человеком сделаете? Оставите его стоять, посадите, положите, там, поудобнее подложив по голову. Итак, что вы сделаете? Да, прошу. А может быть нужно человек положить так, чтобы колопа оказалась ниже, чем... И вы его уберете. Смотрим. Гипертония – это случай повышения давления. Согласны? Согласны. Пока человек стоял, поработали все сложности с венозным возражением. с венозным возражением. В венозной кружке было сложно подниматься сюда в сердце. Хорошо. Вы его положили. Теперь, сердце находится на какой высоте? На допоре. 12-15 сантиметров. Это понятно, когда человек лежит на спине. Вот такое расстояние от матраса до входа в сердце. Значит, в результате проблемы с венозным возвратом сохранились или исчезли? Исчезли. Какая порция венозной крови тут же окажется в сердце? Вот до этого ее не пускало силу тяжести. А первый человек положил. Очень крупная порция крови оказалась в сердце. А сердце ведь как построено? Какая порция в желудочек попала, ровно такую порцию в желудочек и выкинулся. Вопрос, что будет с артериальным давлением? После того, как он резкий скачок. У человека и так с атертонической кресли. Да? А вы вызвали резкий, скачкообразный подъем артериального давления. Нужно попросить человека выходить? Нет, нет, никакие не выходим. Посадить постельно. Подложить побольше подушек под спину. Хорошо под руки, чтобы нам не завалился. Так? Но не положить, а именно посадить. Зачем? А чтобы сохранить вот этот сток. Для того, чтобы не вызывать резкий, скачкообразный приток венозной крови. Да? Потому что он теряет сознание и упадет и разобьет. венозной крови. Почему я сказал подложить с боков подушки? Чтобы не завалился нахуй. Человек в состоянии гипертонического кризиса с высокой вероятностью кружится в округе. Понятно? Хорошо. Ну и так видите, такого сорта проблемы сердечных сосудистых оказывается прямо связана с вот этим дополнительным куском нашего роста, по вертикали. Ну что ж, наверное, ажосима достаточно. Вот, этот курс считаем завершенно. Всего надо нечего.